Да, Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Это уже все больше утро, а не раннее утро. Да, разгоняемся. Да, рада, что вы к нам присоединились. Очень ждем. Да, передаем вам слово. Супер, спасибо. Сейчас я буквально в режим просмотра в полноэкранный выйду и начнем работать. Здравствуйте, коллеги. Супер, спасибо за приглашение. Меня слышно, видно? Да, отлично. Отлично. Будем говорить про коммуникационные модели. Но прежде чем начнем нашу работу в ближайшие 45 минут, немножко пару слов о себе, кто я, что я. Значит, маркетинг я изучаю с 2013 года. Больше пяти лет проработала в событийке, была организатором мероприятий, организовала больше 500 мероприятий. Недавно считала, сколько же в моем портфолио событий получилось много. И весь цикл, так скажем, организаторский прошла от и до. Начиная от идеи, заканчивая работой с партнерами, составлением смет, бюджетов, согласований, работа с инфопартнерами, администрирование. В общем, это такая большая биография, вернее, большая страничка в моей биографии. Два года я была руководителем отдела продвижения и пиар медиахолдинга УТВ, это город Челябинск, в составе медиахолдинга 6 СМИ, телеканал УТВ, который вещает на 21 кнопке Челябинск, Челябинская область, радиобизнес.фм, два сайта, первый областной сайт 1.тв.ру, 1.обл.тв.ру. Ну и два радио, они небольшие, они вещают на региональных частотах, я их не продвигала, но в состав медиахолдинга они входят, поэтому я всем говорю, что я продвигала 6 СМИ. В 2018 году переехали в Санкт-Петербург с семьей и, собственно говоря, с 2018 года я была пиар-директором в фонде Добрый город Петербург и Центр развития некоммерческих организаций. В начале этого года ушла в самостоятельное плавание и сейчас по большому счету занимаюсь консалтингом, помогаю некоммерческим организациям создавать маркетинговые стратегии, стратегии продвижения, ну и параллельно занимаюсь просветительской работой, рассказываю о том, как продвигаться осознанно. Вот если очень кратко, то вот так, кто хочет, подпишитесь на меня в инстаграме, я пишу много всяких разных полезностей, практических инструментов, практических каких-то материалов, которые здесь сразу же берешь и применяешь. Все, теперь о главном, ради чего мы собрались. Что такое коммуникационная модель? Коммуникационная модель – это схема, по которой организация выстраивает коммуникацию со своей целевой аудиторией. На самом деле коммуникационных моделей много. Я знаю шесть, но подозреваю о том, что их еще больше, но в рамках сегодняшней нашей встречи расскажу о двух. Первая модель – это модель воронка, вторая модель – это модель 3H, о ней чуть позже. Что такое модель воронка? Воронка – это модель вертикали, когда организация ведет свою коммуникацию по этапам, когда организация, проходя каждый этап, ведет клиентуру своего, вернее, клиента к продаже. Коллеги, пожалуйста, обратите внимание, я под термином продажа подразумеваю то целевое действие, которое вы хотите получить от вашего клиента. То есть здесь не так, что у вас товар, у них купец, вы какие-то денежные расчеты провели, хотя это тоже вполне допустимо. А продажа тогда, когда организация стала вашим последователем, организация стала вашим партнером, соратником, то есть то, когда вы получили то целевое действие, которое ожидали от вашего клиента. Чтобы рассказать о модели воронка, на схеме хорошо представлено, но я больше люблю образами мыслей, такими метафорами. Давайте представим рынок, большой рынок, люди ходят, потоки людей, кто-то продает, кто-то покупает. Если смотреть на этот рынок сверху, кажется, такая картина немножко неуправляемая. И вот представьте, на этот рынок выходит мальчик, босоногий мальчик с ящиком помидор. И его задача эти помидоры продать. И он начинает сначала тихонечко говорить помидоры, помидоры. Он видит на него внимания, не обращает, и он начинает еще громче говорить помидоры. И вот когда он начинает уже орать, а орет он, заметьте, очень короткими фразами, он не может рассказывать о том, какие функции у помидор, какие задачи у помидор. Его задача привлечь внимание к себе. Он начинает орать красные помидоры, вкусные помидоры, короткими сообщениями, смысловыми сообщениями. Постепенно люди начинают обращать на него внимание. Кто-то проходит, кто-то интересуется и подходит к мальчику для того, чтобы узнать, а что же там такое, узнать подробности. Вот здесь, в коммуникационной модели воронка действует тот же принцип. Когда вы выходите в большое информационное пространство, подключаете информационных партнеров, региональные СМИ, начинайте активно в информационном поле орать о том, что мы ресурсный центр, мы даем ту или иную услугу. И на первом этапе, вернее, на самом большом этапе вы еще не собираете целевую аудиторию. Ваша задача просто собрать хоть кого-нибудь. И постепенно вы начинаете по этой вороночке людей вести к тому целевому действию, ради которого все затевается. Чем хороша модель воронка? Тем, что на каждом этапе можно отследить, можно понять, вернее, критерии эффективности. Можно отследить, насколько эффективно каждый этап у вас построен. Смотрите, вы запускаете информационную кампанию и заводите людей на свой сайт. Мои коллеги до этого говорили, я с Викой, кстати, очень сильно согласна, когда она говорит, лучше сделать один ресурс, но сделать его на 100%, чем вести, вести, вести маленькие различные ресурсы и в итоге не понимать, насколько эффективно они работают на вашу организацию. Возвращаясь к воронке, какой критерий эффективности мы можем поставить. Например, первый этап, ваша задача на первом этапе завести людей на сайт. На сайте вы можете прикрепить метрику Яндекс и посмотреть, увеличилось количество посещений сайта или не увеличилось. Если количество посещений увеличивается, соответственно, первый этап захвата аудитории вы проходите успешно. Если вы видите по метрике, что количество посещений сайта осталось на том же уровне, вопрос, опять же, к вам. Значит, ваша коммуникация выстроена недостаточно хорошо, значит, вы аудитории, потенциальной аудитории, вы ее не заинтересовали, она к вам не пришла. Следующий этап воронки, так скажем, заинтересованность. И здесь вы точно так же в метрике выставляете критерии оценки эффективности вашей коммуникации. Вы точно так же по метрике начинаете смотреть, сколько людей осталось на вашем сайте. Как мы можем посмотреть, по продолжительности пребывания на сайте. Зашли, вышли, зашли, начали просматривать ваши страницы, проявили заинтересованность. И дальше по вороночке, вот так вот постепенно отсеивая ненужную аудиторию и оставляя только тех, кто заинтересовался вашей работой, вы можете довести человека до покупки, организацию партнера до покупки. И когда он начинает участвовать в ваших мероприятиях, начинает рекомендовать вас своим коллегам и друзьям, начинает относиться, вернее, становится даже амбассадором вашего бренда, становится человеком, который рекомендует. Мне сегодня очень понравилось выступление Лены Темичевой, когда она приводила в пример ЦРНО, когда она, вот я прям увидела, Лена амбассадор ЦРНО, она рассказывает, она знает, что в этой организации можно доверять. Собственно, вот этот прием, когда ЦРНО ей продали, в кавычках, да, свои обучающие курсы, вот он здесь очень ярко, так скажем, показан. Еще раз, коммуникационная модель воронки – это модель вертикальная, и она работает через просев новой аудитории. Давайте так, у ней очень много минусов, у этой модели. Один из минусов, который я могу назвать, это то, что в конкурентной среде вам нужно орать постоянно. Ну, подорать, мы понимаем, да, вам нужно быть, постоянно находиться в информационном пространстве, постоянно придумывать новые способы привлечения внимания к себе. Ну, и второй, так скажем, недостаток, может быть, этой коммуникационной модели в том, что она совсем не бюджетная, потому что мы же понимаем, когда мы выходим в конкурентную среду, и чем конкуренция выше, тем крик, наш крик, он становится дороже. В СМИ, они тоже существуют, не, так скажем, не просто, как бы, не без денег. Возможно, в некоммерческой среде пока это не так вот прям сильно наблюдается. Ну, хорошо, если вы придете в федеральные СМИ, скорее всего, вас попросят за размещение, за предоставление места, да, рекламного места заплатить. Может быть, в региональных еще ситуация не так выглядит, но чем выше конкуренция, тем дороже вход в инфопространство. Собственно, отсюда вытекает, так скажем, мое желание презентовать вам вторую коммуникационную модель, которая называется 3H. Hero Hub Hygien. Эту модель в свое время придумала и предложила компания Google, когда они сказали, ребят, а вертикальные воронки, это неэффективно, а гораздо круче воронка горизонтальная. Когда коммуникация строится по горизонтали и когда коммуникация складывается из трех уровней контента. Что такое уровни контента? Hygien. Контент гигиенический. Тот контент, который ищут ваши пользователи. Вы создаете контент на основании пользовательских запросов. Если вдруг кто-то когда-то занимался SMM-продвижением, даже если не занимались, скажу, очень крутой инструмент, где можно найти все пользовательские запросы за прошедший месяц. Значит, Wordstat, сервис Яндекса, на котором можно собрать, так скажем, семантическое ядро запросов, которые в течение последних 30 дней попадали в поисковую строку Яндекса. Еще раз, сервис Wordstat, очень советую его освоить, посмотреть. Ну вот вчера я, когда готовилась к марафону, делала презентацию, я специально забивала в поисковую строку Wordstat услуги ресурсных центров и увидела, что очень часто спрашивают, как зарегистрировать НКО, какие документы нужны на регистрацию НКО. Вот, собственно, это тот поисковый запрос, на который вы можете создать полезный, оптимальный контент. Вот этот гигиенический контент, который вы создаете постоянно, который составляет основу вашей коммуникации в интернете и который, знаете как, очень многие говорят, создавайте полезный контент. Я всегда говорю, а как его создать, как понять, что такое полезный контент, а что такое неполезный. Ну вот анонсы некоммерческих организаций, полезный это контент для аудитории, которая не понимает ничего в работе некоммерческого сектора. Ну, очень хочется верить, конечно, что кто-то читает анонсы, но я больше склоняюсь к тому, что польза контента должна немножко складываться в другую сторону, что мы несем просветительскую, у нас есть такая просветительская миссия, да, и полезный контент, он немножко в другом выражается. Сейчас мы покажем, какие форматы могут быть. Вторая составляющая коммуникационной модели 3H это контент Hero, имиджевый контент. Я сейчас попрошу, Наташечка, пока не запускайте, сейчас скажу, что это такое, а дальше она запустит видео, у нас недоговоренность есть. И покажу пример контента Hero, да, это геройский контент, это имиджевый контент. Мы через этот контент ничего не продаем, мы вообще ничего не хотим получить, создавая имиджевый контент. Наша задача привлечь внимание к работе нашей организации. Показать имидж нашей организации, вернее, сформировать образ нашей организации, да, показать, что мы делаем, в принципе, какую мы решаем проблему или с какой задачей мы работаем. Наташ, попробуем ссылку запустить 30 секунд буквально, для того, чтобы люди увидели, что я имею в виду, говоря, термин Hero, да, имиджевый контент. К сожалению, не нашла я никаких имиджевых роликов для ресурсных центров, но вот такой ролик имиджевый мне удалось... Две руки могут рассказать о красоте природы. Чтобы сохранить ее, нужны тысячи рук. Протяни руку помощи. Стань сторонником Всемирного фонда дикой природы. Все, все, вернусь к презентации нашей. То есть, еще раз, Hero, имиджевый контент, это видеоролики, это рекламные пиар-акции, это акции по продвижению, где мы ничего не продаем, но где мы формируем образ нашей организации. Видите, в ролике, по сути, никто ничего не продавал, в ролике обозначили проблему. Здесь тот же принцип. Кстати, я крайний раз, когда вела курс свой, онлайн-забег по соцсетям, мы придумали для ресурсного центра идею имиджевого контента. Прямо вот сходу накидали, и я не знаю, есть ли сейчас здесь Инна, с которой мы прямо в диалоге придумали идею. Не знаю, насколько они будут ее реализовать, но мне кажется, вот это вот прямо та идея, которая может быть интересна ресурсным центром. Если вдруг, там, потом поделюсь, ну, потом поделюсь, если будет интересно. Вот. И третий вид контента – это контент-хаб. Это то, на что вы заводите аудиторию. Это ваши программы, это ваши мероприятия, это ваши специальные события. То, на что вы публикуете на фоне гигиенического контента, да, на фоне контента с поисковыми запросами и на фоне имиджевого контента. Это то, на что вы заводите свою аудиторию. Так, а что мне перестало? Что за безобразие? Почему перестало работать? Вот. Так, извините. Что-то у меня. Ага. Все, пошел. Вот. Когда организация начинает продумывать свою SMM-стратегию, она должна, в принципе, задуматься, первым этапом она должна задуматься, а в какой коммуникационной модели она планирует работать. Конечно, эти две коммуникационные модели можно смешивать, да, смешать, но не взбалтывать. И, конечно, вы можете двигаться и через воронку, заводя к себе как можно большее количество людей, и по 3H. Но, вот, на мой взгляд, 3H-модель, она гораздо эффективнее, и эта игра в долгую, и она гораздо, так скажем, гораздо прозрачнее и понятней. Ну, и, может быть, даже дешевле. Что лежит в основе SMM-стратегии всегда? Когда вы начинаете строить SMM-стратегию, у вас должно быть первое четкое понимание того, где находится организация в данный конкретный момент, да, с точки зрения диджитал-позиции. То есть вы должны провести самоаудит такой, какие коммуникационные каналы у вас раскачаны и работают, в каких социальных сетях вам удобнее работать, и вообще хотите ли вы в социальные сети выходить, может быть, достаточно сайта. Есть ли у вас ресурсы для того, чтобы реализовать эту SMM-стратегию, да, и реализовать эту диджитал-вашу стратегию? Дело в том, что, опять же, ко мне на консультации часто приходят люди, руководители организации, которые говорят, я пишу посты сама. Но, как показывает практика, это не совсем верный подход. Созданием контента должны заниматься все-таки специально обученные люди, которые умеют писать, которые понимают, что такое вообще SMM, что такое копирайт, что такое продающие тексты. В точке Б у вас всегда, вот точка А, понимание того, где вы находитесь, а в точке Б у вас должно быть понимание того, что произойдет с организацией, если вы начнете реализовывать свою диджитал-стратегию. Что конкретно вы хотите достичь, создавая и продумывая диджитал-стратегию? Отсюда следует следующий, вернее, так скажем, следует-следует, не люблю, когда волнуюсь, отсюда, так скажем, наступает следующий этап, да, Когда мы начинаем скалировать задачи и идти от максимальной задачи, стратегической задачи до задач нижнего уровня, до задач контента. Ну, я для примера написала одну стратегическую задачу, предположим, у вас есть потребность увеличить к концу года число организаций-партнеров. Понятно, что увеличить на 10%. Кстати, мы помним, да, что все задачи, стратегические особенно, ну и вообще любые, они должны быть смартированы. Что такое смарт, да, смарт-задача? Когда вы четко понимаете сроки, когда вы это хотите достичь, вы четко понимаете количество, на сколько вы хотите достичь, через сколько вы хотите достичь, то есть вы можете поставить задачу так, чтобы ее можно было посчитать. Вот я здесь прямо на презентации специально в стороночку вывела такой тезис, да, нельзя улучшить то, что нельзя посчитать. Соответственно, если вы ставите себе задачу увеличить число организаций-партнеров на 10%, соответственно, вы должны четко понимать, сколько сейчас у вас, какое число организаций-партнеров с вами работает в данный конкретный момент. К сожалению, в моей практике было такое, когда организация не понимала, ну, так, примерно что-то на вскидку. Такой себе подход. Невозможно оценить эффективность работы, не видя старт, с чего стартуешь и с чего начинаешь. Вот, предположим, мы ставим себе стратегическую задачу к концу года, смортированная цель, когда мы хотим этого добиться, да, увеличить число организаций-партнеров на 10%. Что нам для этого нужно? Скалируем задачу, опускаемся на второй уровень. Какие коммуникационные задачи мы должны решить? Повысить знания о бренде организации. Создать образ дружеского ресурсного центра. Войти в доверие организации партнеров, которые есть с нами сейчас, которые есть с нами здесь, уже нам доверяют, да. Почему? Потому что они станут адвокатами нашего бренда, они начнут рекомендовать нас своим партнерам. Собственно, за счет этого мы можем увеличить, достичь поставленной стратегической цели. И отсюда спускаемся на задачи третьего уровня, на низкий уровень, на задачи контента. Мы понимаем, что сейчас нам нужно рассказывать про бренд так, чтобы формировалось доверие. Нам нужно делать такой контент, чтобы создавалась атмосфера доверия и уважения. Нам нужно научиться заводить на свои мероприятия аудиторию так, чтобы она хотела к нам прийти. Большая ошибка очень многих, да, слушайте, фактически всех, вот с кем я работаю, а когда организация говорит от первого лица, я какой-то, я могу, у меня опыт, у меня стаж, у меня 156 методических разработок, у меня 1000 методических материалов, я задаю вам всегда обычно такой, знаете, простой вопрос. Хорошо, вот ты молодец, а что от этого твоему клиенту? Что получит клиент от коммуникации с тобой? Ну, как правило, такой всегда стопор и есть такое даже непонимание, ну как это, у меня же есть тысячи методических разработок. Моя позиция в этом всегда очень конкретная, я всегда говорю, что научитесь продавать, вернее, когда вы начинаете решать проблемы ваших клиентов, вы забываете о своих методических разработках. А когда вы думаете о клиенте, когда вы думаете о том, как вы можете, чем вы можете ему помочь, о потребностях клиента, тогда, в общем-то, акцент смещается с вас на вашего клиента. Так вот, когда мы говорим «заводите аудиторию на мероприятие», это значит, что хотя бы в своих анонсах прописывать, какой профит, какую пользу получит организация, которая придет на ваше мероприятие. Вот здесь прямо, я сейчас вижу, что тенденция все-таки уже смещается к пользе, но очень многие все равно организации пытаются в своих анонсах рассказать, какие они крутые, какие они классные и какие они молодцы, что они умеют и все, что могут в своих анонсах пишут. Значит, вот по видам контента для решения последних трех уровней, вернее, три вида контента для последнего вот этого низового уровня. Чем мы можем сформировать доверие? Ну, экспертное мнение, кейсы, разборы каких-то ситуаций, разборы каких-то профилей. Ну, вот смотрите, сегодня Вика просто сказала, сделала разбор трех организаций. Вот это, собственно говоря, полезный контент в том, как упакованы три организации, которые она назвала в своем выступлении. Вот что такое разборы. Рубрикаторы, когда мы вводим рубрики, это могут быть топы. Я всегда говорю, не знаешь, о чем написать, напиши топ-5 лучших книг для НКО. Не знаешь, о чем написать, напиши топ-5 лучших фильмов о благотворительности. Топов можно писать бесконечное множество. Топ-5, топ-10, топ-3, когда нечего писать. Интересная статья. Очень нравится, когда читаю, просто обожаю следить за Настей Ложкиной. Она огромное количество иностранного опыта переносит сюда, в наше русскоязычное пространство. Я английский не знаю, пользуюсь транслейтом. Статьи перевожу через транслейт, попытаюсь понять, что же происходит на Западе. Отличный инструмент, когда вот эти статьи, а если вы еще переводите, это же просто ценно, переводите западные статьи и будет вокруг вас сформируется нужная целевая аудитория. Новостной контент, причем это могут быть не только новости организации, это могут быть новости отрасли, новости организации партнеров. Но здесь важно понимать, что новости организации партнеров, которые не находятся с вами в одной конкурентной среде, то есть которые не являются вашими конкурентами. Условно говоря, ресурсный центр, ему здесь в этом плане немножко легче, он может собирать новости от разных партнеров, но будет несколько странно, если ресурсный центр начнет размещать новость от ресурсного центра из соседнего района. Поэтому здесь, когда мы говорим о новостном контенте, это могут быть новости организации, новости отрасли, опять же новости, допустим, какие-то законодательные, какая-то информация. На что мы заводим аудиторию? Анонс. Кстати, хочу сказать, что на вот этот гигиенический контент, особенно когда вы пишете какие-то авторские статьи, очень хорошо настраивать таргетированную рекламу, тем самым как можно больше заводить людей, которые не знакомы с вашей организацией. Всегда возникает вопрос, а что рекламировать, на что заводить людей, на что настраивать таргетинг? Вот моя прям очень такая конкретная рекомендация, заводите людей на авторские материалы. Авторские материалы работают, так скажем, через авторские материалы люди не понимают конкретно, да, что они нам что-то пытаются продать. Они заходят, они читают, если им интересно, они остаются. Ну, про таргетированную рекламу сейчас, наверное, не будем говорить, да, все-таки это тема немножко другого мероприятия, но единственное скажу, что продвигает любую организацию в социальных сетях, продвигает три аспекта – сообщество, контент и реклама. Если вы не настраиваете рекламу, ваше сообщение видит всего лишь 10% от общего числа ваших подписчиков, это нужно понимать. Почему? Тоже объяснение очень простое, потому что все социальные сети – это коммерческий продукт, созданный для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть если в вашем профиле 20 тысяч подписчиков, 10 тысяч подписчиков, 1000 подписчиков, в любом случае все ваши сообщения видят максимум 10% от общего числа подписчиков. Все остальное, как мы дотягиваемся до аудитории, до аудитории мы дотягиваемся через рекламу, и это тоже нужно учитывать, когда вы планируете, например, бюджеты на продвижение, да, что рекламный бюджет у вас должен быть, и его нужно зарплатить. Ну вот здесь заводим аудиторию, анонсы, посты, пресс-релизы, продакшн, пост-продакшн, да. Очень я люблю пост-продакшн делать, прям обожаю и удивляюсь, почему вообще очень мало пользуются этим инструментом. Когда мероприятие состоялось, когда есть классные фотографии, когда есть классные отзывы, ну не храните вы это у себя, выкладывайте как можно больше, как можно чаще, да, потому что на этапе пост-продакшна видят совсем другие люди ваш контент. Они, ага, очень крутое мероприятие прошло, скорее всего оно повторится, а давай-ка я подпишусь на эту организацию. Вот прям пост-продакшн мало кто делает, но те, кто делают, это прям очень круто всегда заходит и всегда работает. Ну и третий вид контента, да, когда мы создаем образ компании, я уже показала примерно, каким может быть видеоролик, это могут быть имиджевые видео, это могут быть различные креативы онлайн, оффлайн, когда вы запускаете конкурсы, когда вы предлагаете какие-то активности, да, ответить на вопросы, пройти тесты, там, я не знаю, пройти что-то, сделай раз, сделай два, там, узнай себе что-то новое. Это все разрабатывается, запусти тест какой-то НКОшник, ответственный, безответственный, осознанный, неосознанный. В общем, вот такие какие-то креативы очень советую запускать, очень советую придумывать и разрабатывать. Почему? Потому что они классно работают на имидж организации и классно заводят новую аудиторию. Ну и пиар-компании конкретно, конкретно организации, когда мы в пиар-компании не впрямую продаем в лоб, а когда мы заводим все-таки на нашу работу. Ну и вот этот слайд, который я прям сильно очень обожаю и который всегда вставит в ступор каждого, с кем я начинаю работать, кто приходит и говорит, слушай, шауфер, давай ты меня продвинешь. Мы открываем вот этот слайд и я говорю, дорогой друг, опрогони-ка, пожалуйста, всю свою организацию снизу вверх. Есть ли в твоей организации идея, видение, миссия, с этим, кстати, как правило, проблем нет, миссии, видение, идеи всегда, как правило, прописаны. Какой портфель продуктов у тебя есть? И начинают репу чесать и говорить, а что такое продукт? А я чуть не знаю, а какой портфель продуктов у меня есть? Сейчас покажу слайд, я его готовила специально для марафона, в своем инстаграме запустила, сделала пост. Представители ресурсных центров, напишите, пожалуйста, а какой продукт ресурсные центры несут, да, вот что может входить в портфель продуктов ресурсного центра? Еще раз, это не мои наработки, это не мои домыслы и догадки, это есть пост в инстаграме, можете сходить посмотреть. Представители ресурсных центров писали о том, какие продукты они, собственно говоря, производят. У меня получилось 7 продуктов, скорее всего, вы, ресурсники, мне скажете, что их гораздо больше. Ну, может, а может и не скажете, не знаю, будет интересно посмотреть. Так вот, возвращаясь к архитектуре бренда, да, какой портфель продуктов есть у бренда, какие гарантии вы даете? Буквально вчера мне написала коллега с моего, опять же, курса, она сказала, Ирина, сидим, думаем над гарантиями, не понимаем, что такое гарантии. Я начинаю объяснять, что такое гарантии, что у вас должны быть гарантии партнерам, гарантии благополучателям, гарантии донорам, жертвователям. Она говорит, подожди, так это ценности наши? Я говорю, ну, да, это наши принципы, принципы работы. Я говорю, я не видела вашу принципу, но, скорее всего, да, она мне сказала точно. Я поняла, что такое гарантии, это принципы нашей работы, они у нас есть, она прям была рада, что не все так плохо в их королевстве. Дальше, опять же, следующий, так скажем, следующая ступень, на которой спотыкается каждый. Когда я спрашиваю, а какие эмоции вызывает ваш бренд у ваших клиентов? Вот тут начинается прям блуждание, люди начинают думать, какие я эмоции вызываю, какие эмоции вызывает наш бренд. А что, какие инструменты, так скажем, дают нам эмоцию? Слушайте, ну, цвет. Вот один из инструментов, цвет презентации. Вот солнечная, яркая, классная, красивая такая презентация, ну, не по содержанию, а по цвету. Меня прям очень нравится этот цвет, мой цвет, я его специально прорабатывала с дизайнером, она сказала, вот ты у меня ассоциируешься с этим цветом. И, собственно, теперь у меня и инстаграм-аккаунт, и сама я, в общем-то, какие-то элементы в одежде оранжевого цвета использую, и я так с ним срослась. Эмоции, они же формируются, так скажем, нативно, они же формируются непринудительно, да, и ваша задача, задача вашего бренда все-таки задуматься о том, какие эмоции вы вызываете у окружающих. Дальше функциональные связи бренда. А какие функции вы несете, да, но какие функции может нести, так скажем, ресурсный центр? Быстро. Функция, функция, да, ну, может быть, это там к свойствам, ну, пусть это будет так, функциональных связях, да. Быстро решаете задачу? Быстро. Компетентно, компетентно. У меня была организация, у которой, ну, невозможно получить, вот ты приходишь к ней на консультацию, и начинается. Тебя сначала к одному специалисту отправили, потом тебя переадресовали к другому специалисту, и все такие вежливые. Потом третий специалист сказал, извините, я вас переадресую к третьему специалисту. И вот ты так ходишь и думаешь, о господи, зачем же я лучше пошла в интернете, посмотрела, чем обращаться на консультацию вот к таким, как бы, да, так сказать, футболивателям. Вот меня футболили, футболили, в итоге дофутболили, и перестала я с ними работать. Следующий аспект позиционирования, о позиционировании сегодня много говорили, существуют прямо техники, как выстраивать свое позиционирование. Сейчас не отбираю хлеб у Вики, она знает это все гораздо лучше меня, но о том, как вас воспринимают, как вы позиционируетесь в информационном пространстве, организации, прежде чем заниматься пиаром, продвижением и стратегией, все-таки стоит задуматься. Ну, визуал бренда, это понятно, фирменный стиль, логотипы, цвета, голос бренда, какие особенности вы в своей коммуникации используете, да, здесь могут быть какие-то голосовые фишки, может быть какие-то особенные, особенная текстовая подача. Здесь прямо вот этот голос бренда тоже я очень советую подумать на старте запуска пиар-компаний, на старте запуска продвижения и создания SMM-стратегии. Ну и коммуникационная стратегия, какую модель коммуникации вы все-таки выбираете, когда вы выходите в информационное пространство. И вот когда у вас, вот каждый раздел от архитектуры бренда проработан, тогда у вас появляется видение, как вы будете выглядеть в социальных сетях. Тогда у вас не возникает вопроса, о какой пост написать. И вы точно понимаете, что у вас коммуникация может стать более осознанной. Ну и, пожалуй, архитектура бренда и на этом все. Дорогие коллеги, надеюсь, что было что-то полезно, что-то услышали. Я готова либо отвечать на вопросы, либо приглашать вас стать моими друзьями. Спасибо. 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 Спасибо.